Последний четвертый день фестиваля Братула Султ ознаменовался тем, что, во-первых, мы с Антоном остались вдвоем, Лена, к сожалению, еще до фестиваля купила билеты на другой концерт, и ей нужно было ехать туда. Соответственно, мы ее, конечно, заточка довезли до автовокзала, пожелали удачи, прощались. И после этого, собственно, поехали обратно на Братула Султ, и, конечно же, пропустили часть групп, которые играли утром. Ну, уже практически традиционно. И получается, что... Кто у меня там был лично в расписании? Там была группа Спай. Спай играет такую панкуху современную, и это именно осовремененная панкуха, панк-хардкор. Я даже затрудняюсь описать, в чем нюанс. То есть, это вот как такой панк, вроде бы ничего особенного, просто с очень современным, хорошим, качественным звуком, таким даже металлкоровым скорее. И, в принципе, я думал, что это будет довольно бодро, потому что в записи этого вполне неплохо, но, к сожалению, не смогли на нее попасть. И на Исака, на которой я делал ревью, и они, которые играли в 12 хвостиков, мы тоже не успели. Я застал буквально последний трек. Ну, обидно, но что поделать? И полез к себе на VIP-сцену. Антоха пошел на наш рот-стенд, и оттуда мы посмотрели группу, которую мы оба хотели глянуть, Caligula Sports. Это было не очень, потому что, если честно, когда я их отслушал к фестивалю, я им поставил аж четверку, что ли. То есть, это был такой современный прогменталл в записи, без такого фанатичного задротства, и отлично он подходил, как мне казалось, для такого более спокойного отдыха. К сожалению, живьем эти ребята, скажем так, были не очень. Я даже затруднюсь сходу сказать, почему не очень. Мне кажется, что немножечко не хватало то ли драйва, то ли немножечко звука четкого, то ли исполнения аккуратного. Ну, в общем, мне кажется, эта музыка не для живых выступлений, а если и для живых, то явно не для Бардула Солд. Я прям заскучал, глядя на это. Единственное, что меня развлекло, это там, судя по всему, у нас на фестивале прокрались какие-то члены местной сборной по художественной гимнастике, исполняли танец с обручами программу. Это я, конечно, заснял, посмотрел. В остальном выступление группы мне совершенно не запомнилось. Ну, и Антуха тоже был этим весьма недоволен. Ну, что поделать, никогда не угадаешь заранее, что и как будет. А после этого, прямо напротив, получается, я также оставался на VIP-сцене, никуда особо не ходил, играла группа Gatecreeper. Gatecreeper это такой довольно интересный, скажем так, ну, обычный, заносит пресловутый OSDM, то есть old school death metal, что, в принципе, довольно логично. Они мне живьем, именно живьем почему-то, прямо напомнили что-то среднее между Abituary и чем-то типа Intune или Dismap, но именно в плане звука, не в плане музыки. У них был такой вот мощный, очень ядреный звук, который мне вот... Я стоял и, наверное, раз в пять минут думал, блин, похоже на ранний вот этот шведский дед такой. Очень специфический звук. Музыка при этом у них напоминала местами Intune, местами Abituary. То есть это прямо old school death metal, очень качественно, хорошо сыгранный. Не шибко ярко, не шибко оригинально, но живьем это было вполне прилично. То есть вот для такого фестиваля очень хорошее исполнение, очень хороший звук. При том, что группа в плане оригинальности «Звезд с неба» не хватает, но играет очень качественно. Они довольно популярны сейчас среди любителей подобной музыки. И что меня удивило, когда я их слушал, это то, что у них последний релиз. Музыка вроде та же самая, но они очень странные, что-то сделали с треками. Там все треки примерно по минуте с хвостиком. При том, что на предыдущем альбоме, на полном формате, там были треки, ну, там по 4-5 минут все. И музыка вроде как особо не поменялась. Мне это прям, я не знаю, что такое, короче, было, но это было довольно забавно. Вообще, посмотрев какие-то клиперы, получив там это текст от Антона, что типа, о, ребята, качают, хороши, молодцы. Я такой, да, конечно. И к этому моменту выяснилось, что мы собирались идти на Obscure, на третью сцену и посмотреть группу «Монтар». «Монтар», которые были запланированы на сцене Obscure, отменились по причинам, связанным со здоровьем группы. Возможно, ковид-тест, возможно, что-то еще. Вместо них поставили группу «Хипнос», которая играла примерно та же, просто в другое время. И, по-моему, да, на другой сцене они играли. «Монтар» — это немцы, это дуэт, по-моему, вообще. Они играют довольно странную музыку, такую не очень стандартную, тут написуемую в стилистическом плане. Местами это похоже на какой-то Black'n'Roll, местами на Doomrock. Ну, то есть, это было интересно. Я хотел посмотреть, ну, не часто такие группы живем и слышишь, даже не то, несмотря на то, что сама группа, вот сама по себе, музыка их не сказала бы, что они какие-то суперяркие или запоминающиеся. Просто довольно оригинальные. Ну, они, к сожалению, отменились, поэтому, получается, Антон пошел на Obscure, потому что у него там было прямо, что называется, до вечера, до самого программы с «Maybyshire Whale», «The Ocean» он очень хотел посмотреть. Я тоже, я два раза видел «The Ocean», я, конечно, могу только поддержать такое начинание. Там был потом «Crippled Black Phoenix». Ну, и, в общем, после этого момента мы как раз хотели где-то словиться в районе главного центра. Но до этого было еще далеко, поэтому я посмотрел на то, что там происходит в расписании и решил, что у меня есть довольно большое количество времени, чтобы завершить какие-то активности, которые я хотел сделать. Ну, сходить, купить, все-таки выбрать жене какую-то маечку. Я долго ходил, смотрел, в общем, и кое-что подобрал, купил. Это была суббота, и, как я говорил в одном из видео, температура была понарастающая во все дни. В этот день было особенно жарко, прямо люто жарко. А я все еще все эти дни ходил в своих подштанниках, потому что ночью холодно, да, у меня вот спартачи, штанишки меховые, ватный трус, а поверх шорты. И, как бы, если в первый день это было правда, но в следующие дня это было спорно, но пригодилось под конец, то в этот день, особенно глядя на температуру ночью, что там будет, там чуть ли не двадцатка, я решил, что это совсем глупо и совсем жарко. И, взяв у Антохи ключи от машины, я просто-напросто пошел, чтобы отнести, значит, майку купленную, переодеться, значит, эти штаны. И я хотел взять штатив. Почему? Потому что, как это, вторая вещь, которая радикально поменялась в этот день, была, скажем так, моей стратегией. Сидя и глядя на Caligula Sports, я понял, что я вообще устал прилично и в такую жару двигаться особо не очень хочется. И я смотрел на расписание и думал, блин, как бы мне попасть на все эти группы и куда попасть. И я решил, что отлично, сделаем так. Следующая группа у меня Анал Матра. Вот я их посмотрю вблизи, а потом я пойду, сяду наверх и все остальные группы до Caligula я посмотрю сверху. Ну, просто сяду, одну, вторую, одну, вторую. Здорово, тихо, спокойно, никаких проблем. Гениальный план. Поэтому я решил, что я возьму штативчик и, соответственно, какой-нибудь там D-сайт или что-нибудь еще со своего насеста VIP сниму. Значит, я пошел, немножечко почилил машине в прямом смысле слова, включив коньдер, и, взяв салфи-палку, я поперся, ожидая, что я вот примерно к концу предыдущей группы, это был даунсет, подойду и как раз займу места. Проблема была в том, что когда я подошел к секьюрити, меня уже пропустили, особо там даже не смотрели, но я что-то ляпнул, что у меня есть салфи-палка, и они сказали нет, ай-яй-яй, нельзя, будешь бить кого-нибудь. Я говорю, и что мне делать? Ну, вот там локеры есть, ну, то есть, шкафчики. Шкафчики, если что, стоят 40 евро на все 4 дня, можно купить только на 4 дня. Я подумал, что за 40 евро я, блин, зайца в поле лопатой убью скорее, поэтому я поперся обратно, то есть, еще плюс 15 минут, просто чтобы положить салфи-палку в машину, поджаре, да? И потом шел снова. Я на все эти передвижения потратил 45 минут. Естественно, я пришел уже не к концу сета группы Downset, а где-то там за 20 минут до начала она унафрах. Естественно, там никаких первых мест уже свободных не было. Там было прям-то плотненько, там 6-8, уже может 10 даже было занято. Глядя на это, у меня что-то в голове щелкнула гениальная мысль. А что я буду прорываться на этот аналоматрах, когда я могу просто пойти на свой, значит, VIP-лаунж и посмотреть там с него вообще все. Вообще никуда не сходя. Вот у меня только одна группа практически была, на которой надо было сбегать с VIP-лаунжа в другую зону, на другую сцену, а все остальное, я думаю, я посмотрю сверху. Вообще, это на самом деле была стратегия правильная с точки зрения послушать. Может быть, она была не лучше с точки зрения посмотреть плотно, но тем не менее, как минимум, вот такой вот драматический разворот в плане стратегии я решил себе сделать. и дожидаясь анал-нафрах, переписываясь с ребятами, Лена там, значит, ехала в автобусе и уже жалела о том, что едет. Говорит, лучше бы я с вами на фестивале осталась, здоровская атмосфера, интересная музыка. Но ничего, Лена, мы еще съездим, я уверен. Я дождался анал-нафрах и это было второе после выждут большое разочарование для меня на фестивале. Вот два самых больших, наверное, разочарования. В чем причина? Анал-нафрах, группа вообще студийная. Грубо говоря, там два человека. Два человека идти живьем просто берут сессионников из другой группы Акеркока и играют. Если у вас группа играет довольно такую тяжелую сложную музыку навороченную в плане скорости, плотности звука и всего такого, то ожидать, что сессионники, с которыми вы, возможно, не так уже часто репетируете, все это вывезут, будет, наверное, не очень. Так оно и вышло. То есть, я убедился, что эта группа это чисто для студийных записей. Живьем их слушать не то, чтобы бесполезно, но это как бы путь к разочарованию, скажем прямо. Звук был не очень четкий, просто сам по себе. Особенно подкачали барабаны, когда их сводили бочки, которые, естественно, с триггерами и вообще барабаны на такой скорости. По частотам сделали так, что оставили слишком много средних частот, и поэтому получается бочки были с таким звуком, который тупо по частотам, по звуковым перекрывал рабочий барабан, поэтому его было практически не слышно. Это ужасно. Это ошибка новичков, грубо говоря, серьезные группы себе такую херню как правило не позволяют. Это довольно такая очевидная вещь. И это, к сожалению, тут было. При этом сама группа, музыканты, они не то чтобы как-то были сыграны, если честно, если не обращать внимания на сам материал, качество воспроизведения, его больше подходило на каких-нибудь групп, которые в нулевой день на разогреве играют, да и те, наверное, иногда получше играют. Ну, простите, вот как-то так. То есть, там, конечно, индивидуальное мастерство каждых людей отличается, но я заснял у них, получается, три трека, два видео у меня выложено на канале, и там можно, в принципе, оценить, как звучало. Ну, кстати, тут важная поправка. Когда стоишь в зале, далеко, и особенно сверху, есть такая очень коварная штука, которую ты, как правило, вообще неподозревающее существование, называется ветер. И от этого ветра, от этого дуновения вполне звук может как-то слегка плавать. Это интересные спецэффекты. Сначала ты удивляешься, что вообще происходит, а потом понимаешь, ну, ветер, вот так, это же физика. Соответственно, давайте вернемся к каналу на трах, что там, помимо звука, не очень хорошего было в качество, то есть, отыгрыша, опять же, варьировалось сильно, на барабанничка я, в принципе, в плане партии особо не грешу, но звук был не очень, гитаристы как-то там, знаете, вот просто чувствуется, что да, каждый сам все умеет играть нормально, но как-то вместе они немножечко неслаженно играют. Вокалист, по всему, был слегка под шофе, он там залез, продамажил провод микрофонный, который у него там в итоге там отвалился разок-другой, и вокала не было слышно вообще в течение какого-то приличного времени. Ну, вообще, на этих главных сценах, по-моему, в последние два дня где-то звук на какой-то группе вообще полностью отрубался там на минуту практически. Это, к счастью, не на той, которую я слушал, но это было очень неприятно. На Култофлуна, которые выступали вот в субботу тоже позже, звук тоже там оборвался, это, в принципе, даже на видео, которое я снимал, видно. Ну, вот так, вот такие проблемы. Говорю же, фестиваль прошел под знаком технических проблем. И вот все это в совокупности, то есть, вот эта вот немножко корявенькая игра, не очень хороший звук, и создалось, естественно, впечатление какой-то каши непонятной, при том, что группа мне в записи нравится, и живьем, это вообще не очень понятно вообще, что в группе такого интересного, когда в записи слушаешь, это все бодро, интересно, там, такое интересное сочетание иногда стилей, там, электронику тут включат, и чистым вокалом попоют. Здесь чистый вокал был «Твою мать, чувак, ну просто молчи, пожалуйста, не открывай рот вне студии». Это было не очень, это прям не очень было. Наверное, больше кличесанут он не попал, чем попал. И, в общем, я уже так это слегка начал перегрустить. Ну, кстати, из плюсов, они сыграли довольно много старых вещей, которые обычно так не ожидают, не ожидают, что они будут играть. И на вот из моих любимых вещей «Форвард», примерно в ее районе они сказали «О, там чувак какой-то ломится, очень хочет на сцену, давай сюда залазь». Просто вылазит какой-то чувак из толпы, парень, да, залазит на сцену, начинает там мошиться, себя снимать, и это в середине трека вокалист дает ему микрофон и просто садится с виски, короче, где-то там сзади. И говорит «Давай, пой, дальше». Ну, парень не очень помня хорошо тексты, учитывая то, что они вообще-то официальные тексты не публикуют, и текст этой песни опубликован только в Инстаграме, его можно найти на каких-нибудь сайтах, ну, как вот со скриншота с Инстаграма, не очень тривиальная штука. Парень там что-то тоже, значит, поворал микрофон, порычал, все, норм, пытался отдать микрофон. Вокалист, вот такой «Не-не-не, ты продолжай». В общем, на этом они закончили. Это было очень необычно и интересно. Я думаю, что парень, конечно, словил массу удовольствия, после чего вокалист сказал, «Нет, прикиньте, засранец». Он, говорит, уходил со стены и сказал, что «Увы, вторая моя любимая группа». Это, говорит, вторая после того приема, который мы ему оказали. Это было довольно прикольно. Но, тем не менее, общее ощущение от всех этих выступлений осталось не очень у меня позитивное, говорю же, большое разочарование. Потом я уже прочитал, что они вообще в целом группа не любят играть живьем и это было видно. Короче, нет. Записи мне все нравится, живьем нет, просто нет. И так как я был сверху, я сидел, смотрел, мне даже пальцем надо было шевелить, чтобы повернуть голову и посмотреть группу «Террор». «Террор» это пресловутый металлизированный хардкор и даже не в духе хейтбрид, это еще дохейтбридовская музыка, то есть с такими более короткими треками, более хардкор-ориэнтед, ближе вот к какой-то классике, прям совсем классике, типа там Agnostic Front и прочего. Они, конечно, как хардкорщики, там все говорят, ребята, это не наша сцена, это ваша сцена, мы здесь все одни, там и спасибо, что пришли, мы играем для вас, ну, как бы традиционно вот эти вот позиционирования. Вот что меня не то, чтобы напрягло, но показалось странно, мы говорим, давайте вылазьте сюда, вылазьте к нам на сцену, давайте лезьте, вот там, говорят, прямым текстом, вот там security стоит внизу, давайте заставим их работать. Я вообще понимаю, что security у них как бы роль такая функциональная, то есть, да, это работа, но в то же время security на фестивале, они вообще были молодцы, они никого не к нам били, не били, ничего, у них работа, как это убедиться, удостовериться, что и обеспечить то, что все в безопасности, никто ничем не ударился, никто ничем не сломал, ничего не сломал, когда в атом, например, краудсерфинг идет, и когда говорят, давайте тут побольше на краудсерфинг, посмотрим, как эти чуваки справляются, но кто-нибудь ткнется головой, потому что security ограниченное количество краудсерферов больше, кому от этого будет лучше, кто от этого скажет спасибо, я же видел потом людей на костылях, как бы с гипсом, свеженьким, ну вот, спасибо, ребят, помогли security, да, в целом выступление террора и группа террора, несмотря на свой такой полукультовый статус или даже культовый, я не могу сказать, что мне шибко запомнилось, то есть музыка у них в меру генеричная, она, конечно, больше для живых выступлений, там для моша, для танцев, в записи там никаких откровений нет, но если вы любите подобную музыку, вы террор уже знаете наверняка и скажете, типа, Андрюха, ты что, это огонь, хорошо огонь, не для меня, после этого было довольно прикольно, потому что терроры закончили чуть раньше, у них был небольшой слот, но они закончили раньше, именно сцену соседнюю, на парке, как раз, которая была, вышли DS8, и фишка в том, что они начали играть раньше, минут на 10, вот кто-то, блин, обломался, я, если честно, от выступления DS8 ничего особого не ожидал, во-первых, интересный факт, у DS8 4 раза отменяли свои концерты на разных брокерах, это, по-моему, рекорд, ну, то есть, на 2019 году они тоже собирались выступать, и не смогли приехать, и вместо них, там, подвинули на этот слот, как раз, этот, аналматрак прислал, вот, который я пропустил, в тот раз, и вот 4 фестиваля, 4 года, там, подряд или не подряд, DS8 все собирались приехать, все отменялись, и тут они приехали, они реально приехали, они реально выступили, и они выступили хорошо, у меня были ожидания, если честно, что они там начнут туннелить какую-нибудь программу из свежих альбомов, вот это вот все играть, я там заскучаю, но я, видимо, забыл, да, что в прошлом году было 30-летие альбома Легион классического, и они ездили, играли фактически только этот альбом, что они сделали, ну, конечно, они вышли, отыграли просто этот альбом сначала до конца, приправив его несколькими треками после с первого альбома, приправив несколькими треками с Once Upon The Cross, и они сыграли, по-моему, только два трека с более свежих альбомов уже этого тысячелетия, подыграли они все качественно, у них, значит, вот два гитариста помогали на вокале, с бездноватыми лицами, все как положено, у Бентона, мне кажется, все-таки была какая-то вокальная примочка, потому что вот эта разница между низким гроллом и высоким скримом, такое ощущение, что она была не очень естественной, ну, я не знаю, как бы эффект от этого, конечно, был здоровский, и барабанщик Стив Ашейн, который у них, насколько я помню, есть главный, как это, создатель музыки, видно, что он, он рубил, там сложные партии в «Легион», это очень техничный альбом, наверное, самый техничный в «Деи Сайт», и он все эти партии отыграл как надо, как на альбоме, даже четче, молочина, в его годы, я в восторге, видите, что он, конечно, старался, ему было тяжело, и, блин, респект, увожу хаму в руку, то есть, с технической точки зрения, там был хороший звук, там они очень хорошо отыграли, все грамотно, без зоу и болтовни, здорово, я был доволен, это было прям, прям заметно, выше того, что я ожидал, вот, и тут, так как, воспользовавшись, скажем так, своей новой тактикой, я посмотрел группу на полмдез, слегка по диагонали, но тем не менее, на полмдез, на самом деле, я бы сказал, что было небольшого разочарования, в чем дело, во-первых, там не было Шейна Эмбри, басиста, собственно, самого старого члена группы, по каким-то техническим причинам, там, то ли с бас-гитарой, что-то у него случилось, то ли с визой, я правда не знаю, там вышел какой-то чувак, другой, и барни сказал, это Адам, он у нас сейчас вместо Шейна, типа, вы его, это, не обижайте, все-таки, ну ладно, мы и не планировали, и получается, что, поначалу, звук был какой-то, ну, совсем кашеобразный, я сидел, и просто, хмурился такой, что вообще происходит, рядом со мной, на вот этой VIP лаунже, там стоял какой-то пожилой, такой довольно дядя, и у него на лице было написано, типа, какого хрена происходит, что это за говно, он прям стоял, и кому-то выговаривал, типа, что за дремя, как так можно играть, довольно забавно, видимо, первый раз человек группу слышал, и что, тем не менее, я где-то, наверное, там к третьей сета, к середине сета, стало меньше каши, они стали более четко играть, и, в общем, все стало куда более приятно, но тем не менее, осадочек у меня остался, и еще, я понимаю, опять же, это решение, но, они сыграли довольно много, там, вещей с последнего альбома, в принципе, вот с более свежих альбомов, конечно, у них была и классика, там, это Scum, The Kill, Dead, You Suffer, Mental Murder, по-моему, они сыграли, но я, если честно, предпочел бы программу, чуть более ориентированную на классику, там, что-нибудь с утопи Бенниш сыграете, ну, блин, для меня это лучший альбом на Plum Dead, ничего из этого не сыграли, и поэтому я остался в таких смешанных чувствах, особенно они не предупредили, у них, видимо, фишка такая, они рандомно между треками в свободное, скажем так, время играют Юсафа, без предупреждения, и он даже говорит, ага, про шляпи, типа, и как раз после на Plum Dead я дружно ломанулся, ну, как дружно, я был один, я пошел на сцену Obscure, это было уже темно, чтобы посмотреть группу Benediction, там промежуток был буквально 10 минут, поэтому я бежал, 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 и успел, они чуть позже начали из-за технических проблем или проблем с настройкой, но там была очень плотно набитая сцена, поэтому я встал позади звукарей, где был экран, я сел, расположился на сене с напиточком, скажем так, со стаканом Red Bull, и спокойно, глядя на вот этот вот замечательный экран, сидя на сене, посмотрел все выступления Benediction, они сыграли треки из нового релиза, они сыграли какую-то классику, типа там The Grotesque, например, сыграли треки вообще старые, типа Vision and the Shroud или Some Conscious Terror, и получается, что, опять же, 30-летних альбома Transcend Rubicon, они сыграли два или три трека с него, к сожалению, плохо помню этот альбом, я как-то один из последних для меня вот из классической эры был, который я услышал, и ну, играют они нормально, играют хорошо, бодренько, то есть, ну, скажем так, вот тот же The Grotesque, я барабанные партии даже не узнал, понятно, что это уже не тот барабанщик играет, но тем не менее, было такое ощущение, типа, что-то не очень похоже, как-то это не тот, не тот, не тот Бенедикшн, и эти тварище что сделали, они взяли, пригласили вокалисты из Анална Трах, чтобы он у них спел один трек, Ребят, у вас вот на полно только что выступал, ну, пригласите Барни, Барни же пел на первом альбоме Бенедикшн, Subconscious Terror, а вы играли как раз трек Subconscious Terror, и пригласили вот этого вокалиста Анална Трах на него, ну, у вас же Барни есть, ну, можешь было договориться заранее, ладно, я посмотрел Бенедикшн, они закончили примерно вовремя, и я почапал обратно на главную сцену, потому что у меня же стратегия, мне же надо занять место, и посмотреть все остальное, все остальное, блин, Hypocrisy опять, все остальное, это губ, у меня как-то нежданно-негаданно, я и на девятнадцатом в Лосолте ее посмотрел, не то чтобы особо там ломясь вперед, где-то сзади смотрел, ну, они, к самому, в Софию приезжали, я их прям сознательно сходил посмотреть, и посмотрел еще на одном в Лосолте, и Hypocrisy играют все очень качественно, замечательное шоу, и феномены популярности, ну, блин, я вот переслушиваю их альбомы как раз перед тем, как они там приезжали сюда в Софию, чтобы сходить и понять, что они будут играть, не было ощущения, что вот где-то в районе девятнадцатого года, седьмого, они просто взяли такой вот костяк экстремального металла, условно там, больше даже по звуку, да, и просто начали к нему лепить все, что популярно, вот мелодичные части давайте прилепим, какие-нибудь клавиши вот эти генеричные прилепим, какие-нибудь вот такие вот пружинищие кусочечки типа «Модерн Мэттл», давайте прилепим, и у них такой вот рисовывается такой, не хочу сказать кадавр, да, но такой Франкенштейн слегка из музыки, они уже научились делать нормальные композиции, в этом плане там особо не перекопаешься, интересная тема у них есть, и они, кстати, играют довольно разнообразную солянку из разных треков, там, с третьего года что-нибудь могут сыграть с альбома, и с девятого парочку треков играли, я считаю, у них один из самых таких хороших альбомов, с алтайдом, который с девятого года, ну, вот, тем не менее, мне кажется, что не очень понятно, почему он настолько популярный, ну, вот, вы качественная солянка такая, слегка поверхностная, из основных каких-то вот направлений и, скажем так, выразительных средств, окей, я не жалуюсь, я посмотрел, и после этого я решил даже не спускаться, а посмотреть на Колту Хлуна также сверху, Антоха там заранее занял место, он вернулся со сцены Обскюр, поел, попил, был готов и заряжен на борьбу, встал в первом ряду, я очень за него был рад за такой успех, ему, конечно, дико понравилось выступление Колту Хлуна, я на него смотрел на это выступление более сзади, я его, собственно, все записал, меня разочаровался Этлист, в первую очередь, мне нет претензий к тому, как они играют, это все замечательно, хорошо играют, звук, в принципе, довольно такой мощный, но Этлист, если посмотреть, он был сфокусирован практически полностью на свежих альбомах, грубо говоря, самую старую вещь, которую они сыграли, это All Wood с альбома 2008 года, ничего более старого они не играли, по-моему, они играли одну вещь с Vertical и все остальное было с новых альбомов, ребят, ну, я понимаю, но, блин, у вас же довольно глубокая, большая дискография, вы ничего старенького из этого не сыграли, я новые альбомы послушал, но по пару раз, я это просто не помню, до такой степени, эти треки, поэтому для меня это было, ну, хорошо, нормально, впечатляющее выступление, если бы не этот косячок со звуком, не вина группы, опять же, было бы вообще супер, а после этого была, ну, получается, последняя группа на главных сценах, Мордук, и у меня вообще были мысли сначала вообще никуда не выходить, просто там же сидеть и посмотреть Мордук, но я решил, ну, наверное, все выдохлись, потому что на том же Хипокросе вообще никто не краудсерфан, одно тело только куда-то там устремилось, да, на Call of Luna я тоже не видел краудсерфера, я подумал, что все, все выдохлись, все нормально, я поперся на Мордук и поперся, если честно, прям поближе, это была не очень хорошая идея, я вам скажу прямо, я встал, получается, прямо сразу после, после Мошпита, ну, то есть, вот Мошпит, я и дальше сцена, и вот я видел вот это зарождение мыши из грязи практически, когда вот там стоит тело на крыле Мошпита, соседу такой, а соседу ему такой, они его поднимают, и все, тело поехало, и тела ехали довольно бодро, пришлось двигать каких-то девок с неберитыми ногами там по пену, если честно, вот после одного-второго раза я просто начал их толкать в сторону и отходить, одно тело я просто вытолкнул, по сути, сжег их прямо на грязный пол, потому что нехер тут вообще краудсерфить, надоели, ну и остальных я также отталкивал в сторону, у меня не было никакого совершенно желания вообще помогать кому-то там куда-то двигаться, и я так вот бачком-бачком-бачком получается отходил в сторону, потому что в стороне, прямо в стороне от центра краудсерферов было меньше, но теми-ни-ни все равно были, там заодно я посмотрел на некоторых товарищей, которые там стоит такое тело такое покачивается подвыпившее, и на каком-то треке оно начинает просто вперед двигаться, это как танк, короче, стремясь, видимо, прорваться к ограждению, его туда, естественно, не пустили, и оно у тебя там в первых рядах, во вторых рядах осталось мошиться, мне Антон потом рассказал, что он такое же поведение примерно видел, ну, говорит, ну, видите, там типа сзади начинают мошиться, влетают, может быть, с краудсерфером, и под эту вот дудочку пытаются там сразу захватить место, остановиться поближе, ну, и стараются отталкивать, я сам тоже такое видел, поведение не очень приятное, ну, что поделать, Мардук, барабанчик, у них играет отлично, вокал мощный, больше я ничего не слышал, басу, по-моему, их в принципе не существует, единственный гитарист, я его, честно говоря, с берушами, что без беруш, особо там даже не слышал, спросил у Антохи потом, который был сзади, на какие-то броню начался, он сказал, нет, в принципе, у меня все было слышно, ну, возможно, это проблема того, что я слишком близко стоял, и, возможно, это проблема того, что слишком, когда стоишь достаточно близко, там басы, вот барабаны, вот с этими пулеметными практически, партиями, очень громкими, они просто забивают весь эфир, и ты слышишь практически вот эту перестрелку барабанную, и догадываешься о том, что они играют, чисто так это по объявлениям и по припеву, то есть они играли, например, какой-то трек, что там, Баптис Байфай, по-моему, с Найтлинг, если не ошибаюсь, или с Панзо Дивижн Мордук, там есть два трека, они абсолютно одинаковые практически по мелодической линии, поэтому я их путаю, вот, короче, они его играли, и пока они вот в припеве Мортус не начал орать, там, типа, Баптис Байфай, я такой, эх, так это же, я же знаю эту вещь, я даже мелодию не у него ловил, хотя, как бы, ну, Мордук Блок Метал, это же про мелодию, все про интенсив, у меня были смешанные чувства от этого выступления, потому что, ну, во-первых, что-то вот уже совсем пьяный народ задолбал, если честно, там, краудсерфить и тушить, звук был не очень, хотя, ну, опять же, видимо, это просто плейсмент, мне не очень повезло, ну, как-то я с Эрл думал, блин, надо было сзади спокойно посмотреть на это дело, я хотя бы раз слушал эту музыку, хотя группа, как бы, очень эролюгично выступает, все нормально, возможно, эта проблема не в них, и они были, кстати, получается, они сыграли на бис одну вещь, несмотря на то, что никаких бисов в программе не предусмотрено, они закончили в полвторого по расписанию, ну, это последняя группа в этот день на главных сценах, и это, в принципе, последняя группа, получается, на главных сценах и на фестивале, видимо, могут себе позволить, вот, с публикой бы еще, конечно, вопрос починить, я там даже видел какого-то дятла, который Зигу кидал, быстренько смылся в Мошпите, и после этого мы встретились с Антохой, и у нас по плану был Халс, который перенесли с другого дня и на совсем другой слот, то есть он был днем в пятницу и встал поздно, ночью в 2 часа, в субботу, Халс тоже играет в Синтвейв электронику, это как раз был отличный плейсмент для подобной группы, там, вечером, ну, если бы пораньше еще было, конечно, было бы огонь, мы друг на друга посмотрели, такие, ну что, нам было не очень поздно выселяться, на следующий день там в районе 11, и мы решили, что давай, пожалуй, оставшиеся деньги на наших браслетах потратим и идем домой, потому что день тяжелый, вставать надо не очень поздно, собраться, потом ехать долго до Праги с какими-то заездами, ну, вот, поэтому мы пропустили Халс, к сожалению, и дружинка пошли обратно, с большинством, скажем так, других людей, на глазах уже там разбирали полностью главную сцену, в общем, даже немножко грустно было, вышли, сели и поехали. Что я могу сказать в целом про фестиваль Brutal Assault? Brutal Assault это очень крутой фестиваль, если вы хотите, как это, сразу кучку галочек поставить, типа, посмотреть кучу классических игр, одну, вторую, третью, пусть это и фестивальная сеть листы, но тем не менее, они зачастую играют вполне хороший ассортимент, то есть, в этом плане здорово, и особенно, если у вас нет каких-то амбиций, там, спереди, стоять, трясти башку, идете на Natural Stand или на VIP Lounge, и вы можете смотреть просто пачку групп, все с главной сцены. Я вот посмотрел, что у себя в Clash Finder у меня было отмечено 47 групп, ну, это было с запасом отмечено, с нулевым днем, там были какие-то Clash, я просто отметил, чтобы выбрать на что-то одно пойти, но тем не менее, 47 групп, из них 15 я пропустил, получается, из отмеченных, одна отменилась, правда, плюс к этому, то есть, 16 всего, Монтар, но я посмотрел 7 групп из тех, что я не планировал, то есть, это как бы практически довольно объем за 4 дня фестиваля, учитывая то, что там отличная организация, в целом хороший звук, ну, в этом году, опять же, был звук хуже, чем в 19-м, я этим очень доволен, и если, как бы, вы не будете попадать, скажем так, под действия краудсерферов, то вообще замечательно, фестиваль свои деньги и время, мне кажется, полностью оправдывает, но если вам более интересно, скажем так, какой-то там авангард экстремальной музыки, то Mortal Lost, наверное, не про это, это больше про классику, это больше про более традиционный металл, больше про такие большие довольно группы, хотя, конечно, много там довольно новых групп тоже есть, но они в основном, в основном, не исключительно, а в основном более традиционные, экспериментаторов там не очень много, для этого есть другие фестивали. я хотел бы также поблагодарить Антона и Елену за то, что составили компанию, разрешили использовать свои видосики с фоточками, ну и вообще в отличном месте провели время, поеду ли я на этот фестиваль еще раз, ну, если там все срастется по всяким техническим вопросам и прочим, то да, это хороший вариант, и мне чего еще понравилось, что, например, я первый раз, когда был на Brutal Assault в 19-м году, я через группу пропустил, потому что я хотел посмотреть прям спереди, получается, группу по соседству, которые играли, я упустил, ну, тот же на полндаст, я не посмотрел, он был в 19-м году, но я его пропустил, и тут у меня появилась возможность, то есть я прихожу и вижу, на самом деле, многие из тех же групп, которые выступали уже на Brutal Assault, и у меня есть, как это, окно возможности расширяется, я теперь могу сказать, вот эту группу я уже видел, я на них не пойду, я пойду на другую группу, которую я в прошлый раз, получается, пропустил, и так есть возможность, там, за пару-тройку заходов, скажем так, нагнать и посмотреть вот этот вот металлический, скажем так, сливки, и в этом плане фестивалю, можно сказать, нет цены, потому что все-таки это Чехия, это не очень дорого, несмотря на то, что местные жалуются, что цены сильно поднялись на билеты, это, говорит, фестиваль для туристов, но окей, мне кажется, что в целом комбинация, вот очень хороший лайнап за не очень большие деньги и с очень хорошим звуком, мог бы и лучше быть звук, в 19-м году отличный был звук, 5 из 5, в этот раз больше технических проблем, больше проблем со звуком, но тем не менее, если вы вдруг умудрились смотреть все до этого момента, спасибо вам.